Всем привет! Сегодня с вами Марина Ломака и мы будем готовить настоящую медовую ковришку. Я пробовала очень много рецептов, разные рецепты, я не могла прийти к тому, какая мне нравится, потому как нет того вкуса, которое было раньше. Получилось так, что у меня есть книжка, вот она эта книжка, когда-то у нее она уже старенькая, она 65 года выпуска, вот она эта самая ковришка медовая. Я нашла в ней этот рецепт, решила приготовить, вот я приготовила, прежде чем показывать рецепты, я обычно их пробую сама, на себе, дома, на своих близких, понравятся или нет. Посмотрите, она получается очень мягкая, нежная, воздушная и вкус, самое главное, то, что вкус у нее так, как был раньше, когда-то. Буду рада, если вам этот рецепт понравится. Итак, давайте приготовим, что для этого понадобится. 150 грамм меда, 150 грамм сахара, 1 яйцо, 1 чайная ложка разрыхлителя, 2 стакана муки, корица молотая на кончике ножа. Также в рецепте предлагается ввести в смесь жженый сахар. Вот он, этот жженый сахар. Я сделала жженый сахар так, 2 столовые ложки сахара, пережигаем на сковородке, добавляем 1 столовую ложку воды. Немножечко прокипело, ну, может быть, минутку. И вот я слила вот так вот в рюмочку. Яйцо для того, чтобы смазывать ковришку. Ну, в принципе, и все, можно приступать к приготовлению. Все нужно, все ингредиенты нужно смешать вместе в одной чашечке. Все ингредиенты. Всем привет! все растираем взбивать ничего не надо просто перемешали тщательно и добавляем потом муку муку я добавила сразу так как в рецепте было указано 2 стакана муки я сразу два стакана и добавила в первый раз получилось прекрасно тесто получается вязкая поэтому когда вы будете в конце уже вымешивать вымешивать лучше ложкой странно то что по ощущениям тесто получается как мокрый песок я сначала подумала что не получится никакой вкусноты но ошибалась теперь нужно переложить все в форму я форму ничем не смазу хотя в рецепте написано что смазать форму посыпать мукой у меня тефлоновый лист хорошо что тефлоновые листы начали продавать это очень удобно жаль что они теряют потом свой цвет и презентабельность но я думаю это не так важно как важно какая помощь от этих листов ничего не прилипает и удобно в работе перекладываем тесто после того как мы переложили тесто его нужно разровнять по форме после того как я разровняла я взбиваю яйцо и обильно смазываю все тесто после этого нам понадобится вилочка мы проводим вилочкой бороздки все тесто готово для того чтобы отправить его в духовку я делаю очень тоненько чтобы получилось как печенье вы же можете сделать с начинкой пласт теста начинка и снова пласт теста но советую сначала попробовать приготовить именно так как в оригинальном рецепте а потом уже решить как вам лучше с начинкой или без отправляем в духовку заранее разогретую при 200 градусах минут на 15-20 печется она тоже очень быстро вот такая ковришка у нас готова остается снять лист тефлоновый и ковришка горячая ковришка готова мягкая нежная я думаю что даже для медовых коржей можно ее будет делать и заправлять кремом потом приятного вам чай пить и попробуйте сделать его я думаю вам очень понравится приглашаю вас подписаться на мой канал в ю тубе и вы всегда будете видеть мои новые видео рецепты я всем вам буду очень рада здоровья вам и вашим близким я вам очень рада